О спорт, ты жизнь, поется в одной известной песне. В эпоху Советского Союза спортом занимались если не все, то почти все. Тогда еще новый Воложский дворец спорта собирал толпы спортсменов и болельщиков. К сожалению, с годами спортивный объект города потерял былую популярность, а вместе с ним испортился и внешний вид строения. Сегодня во дворце спорта проводятся различные турниры и состязания не только городского, но и республиканского и даже российского масштаба. Но волжские спортсмены мечтают встречать гостей в красивом отремонтированном здании. Много проблем из-за того, что Ешкарла нам не выделяет деньги. Да, это и есть такая проблема. Но внутри, в городе Волжске, я считаю, что лица, отвечающие за спорт, тоже не дорабатывают. Средства, которые выделялись на спорт, из городского бюджета действительно минимальны. И на капитальный ремонт целого спортивного дворца их было недостаточно. Я думаю, что вот сегодня за 15 лет здесь почти ничего не делается, только идет разруха. В городе нет хоккейных площадок детских, когда раньше они постоянно функционировали, дети были в пределе, занимались. Сегодня этого нет. Сегодня, я думаю, в первую очередь, может быть, какое-то финансирование недостаточно. Окна, канализация, крыша, полы – это еще не весь перечень того, что нуждается в ремонте. Обветшало и спортивное оборудование. Сегодня излюбленный спортивный объект многих волжан переживает приятные перемены. На данный момент сменился руководитель дворца спорта. Исполняющим обязанности директора сейчас является Алексей Грифулин. Алексей – профессиональный спортсмен. Сам много лет занимался в этих стенах, поэтому ему не безразлична судьба дворца спорта. В первую очередь, будем стараться исправлять финансовые положения с помощью администрации города, Министерства спорта Республики Морел, участия в различных соцпроектах и программах. Активная работа нового руководства города уже дает результаты. В ближайшее время для дворца спорта будут выделены средства на капитальный ремонт и модернизацию спортивного объекта. В настоящее время развитие объектов физкультуры и спорта находится под особым контролем администрации города. Сейчас есть у нас предварительная информация о том, что выделяются городу Волжску средства, определенные для модернизации, для ремонта капитального дворца спорта. Поэтому будем надеяться, что общими усилиями мы те проблемы, которые накапливались долгие годы, сможем решить. И что-то изменить к лучшему. В скором времени волжане смогут увидеть позитивные изменения дворца спорта. А пока все силы руководства направлены на серьезную работу. Лилия Григорьева, Егор Самойлов, Антон Вараксин, Антон Макаревич, Волжск, 24.